Книга «Открытым оком», 30-й том. Вопрос 4069. Тема литература. «Помещая стихи разных поэтов в свои книги, как и кому отдаете предпочтение? Если кто-то другой написал бы столько же книг и поместил бы такое огромное количество стихов, то наверняка он бы совсем других поэтов привлек в помощь себе и другие стихи у них взял?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Совершенно верно. Я старался взять только то, через что можно было бы человеку дать возможность задуматься, куда он идет. Брал стихи даже таких авторов, которые не были христианами. А у христиан и не у православных брал такие стихи, которые несут информацию, которая не всегда слышится в прозе. Вот что получилось. В книгах «Открытым оком» с 1 по 28 тома включительно помещено 3269 стихов, включая и мои. Получается, что в каждом томе по 117 стихов. Теперь и посмотрите, кому я отдал предпочтение, хотя бы по вот этим 67, по этому. Аксенов – 5, Ахматова – 8, Бальман – 3, Березовч – 10, Блок – 4, Бунин – 11, Волошин – 3, Высоцкий – 20, Вяземский – 7, Гамзатов – 25, Гипюс – 7, Глинка – 8, Горький – 7, Гриханов – 5, Гумилев – 7, Дементьев – 8, Державин – 4, Евтушенко – 13, Есенин – 10. Жемчужников – 18, Жуковский – 9, Исаковский – 3, Кр. 8, Кольцов – 3, Красницкий – 4, Крылов – 70, Кугультинов – 6, Кушнир – 25, Лавров – 7, Лермонтов – 22, Ломоносов – 9, Льдов – 6, Майков – 16, Мандельштам – 11, Мартынов – 17, Маршак – 10, Матюшин – 36, Мэй – 10, Мережковский – 17, Михалков – 13, Набоков – 6, Надсон – 40, Некрасов – 36, Никитин – 32, Огарёв – 2, Ошанин – 6, Пастернак – 14, Плещеев – 8, Полонский – 7, Проханов – 2, Прутков – 6, Пушкин – 21, Радищев – 3, Случевский – 16, Соловьёв – 25, Сумароков – 14, Толстой – 17, Тютчев – 40, Фет – 5, Фофанов – 5, Фрук – 7, Хомяков – 6, Храпов – 3, Цветаева – 4, Чумина – 14, Шарапанов – 5, Шарапанова – 5, Языков – 5. Избранные стихи были взяты более чем из 200 поэтов, хотя проработал их намного больше. Есть и такие, у которых не смог взять ни одного куплета. Не смог. Диане – 27, 3. Воспользоваться их усердием. Филимону 1, 20. Брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой моё сердце в Господе. 1 Коринфянам 10, 33. Я угождаю всем во всём, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Без словословия, влекующей природе, нельзя уразуметь ни красоты, ни пользы. Срамная эволюция всё по помойкам бродит. Кто ей доверится, опомнится да поздно. Учёными всех неучей бездельников прозвали. Хитросплетеньем, басням даётся свет зелёный. Теории подлости, бессмыслия, развалы. Свет истины библейской имя был оплёван. Как дети малые, любите удивляться. Любому пёрышку, малюсенькой букашке. Осудят прихлебатели, распустят лясы. Всё это ничего, не так уж страшно. В устройство скрытого старайся заглянуть. Какие органы, инстинкты, размноженья. Из трав не ешь хотя бы белену. И богославь, в том нет нам униженья. Поют, щебечут или же воркуют. Мычат, молчат, мяукают и лают. Всё отрифмою, загоню в строкуя. Моя душа за всё Творца прославит. На звёздный мир бестрепетно не взглянешь. Своё ничтожество в смятении ощутишь. Сорви из безбожества его нахальный глянец, Чтоб валилуя Бога смог постичь. Садясь за стол, перекрестись смиренно. Девись на хлеб, дающий крепость сердцу. Без прославления сел, пусть взвоют все сирены. Неблагодарным быть постыдно, тупо, мерзко. С водою дружим, пьём и полоскаем. Все качества её до ныне не постигли. По тайным окружающим пройдись хотя бы с краю. Неблагодарности греховной скрыта гибель. Нам подан шанс спастись через Иисуса, Приняв его, святую жертву, в радость. На словословие Творца причины всюду густо. Есть Библия, и содержимое её не спрятать. 28 ноября 2008 год. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...